здравствуйте дорогие девочки сегодня я хотела бы ответить на вопрос одной клиентки которая нам не задала по регистрации вопрос прозвучал вот как заданная тема почему девушка должна предоставить профессиональные фотографии а мужчина предоставляет любительские фотографии то есть такая вот я бы сказала мы еще анкету не регистрировали фотографии не прислали но у нас уже такой претензионный вопрос почему девушка должна предоставлять профессиональные фотографии а мужчина посылает любительские но во первых нигде у нас не написано должна мы рекомендуем мы рекомендуем сделать хорошие профессиональные фотографии потому что из нашего опыта профессиональные фотографии все-таки работают несколько лучше чем любительские хотя у нас есть очень много случаев когда девушки приходили с любительскими фотографиями с яркими красочными веселыми из отпуска и с этими любительскими фотографиями им удавалось познакомиться выйти замуж но в общем и целом все равно есть определенная статистика есть определенная определенная тенденция что профессиональные фотографии за счет хорошего света качество звука они все-таки больше бросаются в глаза поэтому соответственно вызывают больше интереса со стороны мужчин то есть тут позиция не такая почему девушка должна а девушка если хочет увеличить свои шансы а мы все равно говорим про шансы про вероятность про стратегию по поводу того как броситься в глаза как остаться в памяти все равно это маркетинговые инструменты если девушка хочет броситься в глаза и остаться в памяти мужчина то это в ее интересах потратить какое-то количество времени для того чтобы либо сделать яркие красочные любительские фотографии либо потратить какое-то количество денег для того чтобы сделать профессиональную фотографии мы с вами девочки большие, мы уже понимаем о том, что мужчина всё равно в первую очередь, как и все, ну и как и девочки тоже, мужчина в первую очередь реагирует на визуальный призыв, ему сначала девочку должно в хорошем плане захотеться, только тогда у него появляется стимул для того, чтобы платить, бежать, что-то делать, завоёвывать её и так далее. То есть если девушка мужчине визуально не нравится, то он ничего делать не будет. Вся мужская активность, она завязана на том, что его тестостерон тянется к её астрогенам, ему хочется эту девочку потрогать, обнять, понюхать, ему хочется личной встречи, и поэтому ради этой девочки он готов на поездки, совершение, завоевание на какие-то действия, поступки только тогда, когда у него есть визуальный призыв, когда ему девочка нравится. И, конечно, с точки зрения техники любительские фотографии, сделанные где-то на красном каве, в каких-то солнечных очках, непонятно в каком тумане, они будут меньше вызывать внимания со стороны мужчин, и, соответственно, вот этого вот призыва к мужчине, то есть вот этого вот позыва к мужчине, привлечения внимания, его будет меньше. Мы нигде никогда не говорим о том, что обязательно надо делать профессиональные фотографии, мы просто рекомендуем и объясняем, что профессиональные фотографии, сделанные у хорошего мастера, они повысят шансы. Это тоже, опять же, не гарантия, потому что и у профессиональных фотографов тоже бывают неудачи. Но это все равно на какую-то одну позицию, позицию выше, по качеству, к привлечению к себе внимания, потому что, когда девушка приходит на сайт или приходит в брачное агентство, то ее главная задача выделиться вот из массы других фотографий, из массы других агент, привлечь к себе внимание для того, чтобы мальчик захотел познакомиться именно с ней, чтобы мальчик захотел именно ее. А если фотография неудачная, она стоит в позе неудачной, в шапке, в пальто закутанной, солнечными очками закрытой, это понятно, что у мужчины нет места, куда ему втиснуться со своей фантазией и представить, как же девочка выглядит на самом деле. Тема фотографии, это у нас тема отдельного вебинара в школе невест, в первом классе школы невест, есть один теоретический вебинар, на котором мы обсуждаем геометию фотографий, я называю так, геометию фотографий, где я на пальцах объясняю, как все работает, и потом мы в группах, в группе разбираем фотографии участниц школы невест, для того, чтобы они уже по опыту на большом объеме фотографий понимали, что работает, а что нет. Так что, если вы хотите побольше узнать об искусстве фотографий, приходите в школу невест, или вы можете заказать индивидуальный анализ ваших фотографий, тогда на эту тему мы тоже запишем вам небольшое видео, но фотографии, это главный, главный момент призыва, и что бы вы ни написали в тексте, какая у вас не была бы замечательно написана анкета, если у вас фотографии, которые не привлекают мужского внимания, то текст написан зря. Надеюсь, что эти видео, я не знаю, может быть, немножко вас разочаровало, вы хотели, может быть, услышать другой ответ, но это та правда, это та теория, которая, которая, когда вы примете, когда вы примете к сведению, к сердцу, к душе, поможет сделать ваш поиск легче. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!